Всем привет! В сегодняшнем видео я хотел показать крайне специфичную, но тем не менее достаточно интересную функцию, доступную в Google таблицах. Эта функция называется Google Translate, и она выполняет задачу переводчика содержимого в ячейке. Принцип её работы крайне прост. В первом аргументе указываем текст, который хотим перевести, затем указываем двухбуквенный код языка, на котором написан оригинальный текст, и после этого опять-таки с помощью кода указываем, на какой язык нужно перевести оригинал. Вот, в качестве примера вот в этом столбце у меня есть определённый список наименований товаров на русском языке, и давайте переведём эти наименования для начала, например, на английский язык. Ставлю знак равно, прописываю название функции и открываю скобку. В скобках сперва указываю переводимый текст, ставлю точку с запятой, и теперь открываю кавычки. В кавычках мы указываем язык исходного текста с помощью двухбуквенного кода, то есть ru. Закрываю кавычки и ставлю точку с запятой. Язык оригинала мы указали, и теперь надо указать целевой язык перевода. Открываю кавычки, пишу in, закрываю кавычки, закрываю скобки и подтверждаю ввод с помощью клавиши enter. Протягиваю формулу, и вот все наименования были успешно переведены на английский язык. Быстро, просто и удобно. При этом, конечно, важно помнить, что переводчик Google зачастую недостаточно точно передаёт смысл при более сложных переводах, Так что я бы подобный автоматический перевод в важных файлах советовал бы ещё и лично перепроверять. Ну и естественно, эта функция работает не только с английским, но и со многими другими языками. Вот в качестве примера сделаем перевод также и на следующие языки. Формулу в этот раз я пропишу с помощью ссылок. Переводим это слово, закрепляем ссылку по столбцам с русского языка на указанный выше язык. Ссылку с указанием целевого языка закрепляем по строкам. Закрываю скобку, подтверждаю ввод, протягиваю функцию, и всё готово. Вот такая интересная формула. Может где-нибудь да и пригодится. Что ж, спасибо за просмотр. Если это видео понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и так далее, чтобы мы могли и дальше изучать вместе интересное и полезное. И кстати, как вы думаете, нужна ли подобная функция в Excel? Делитесь своим мнением в комментариях, и мы увидимся в следующем видео. Пока.